А ты записал, да, уже? Да, пишет вообще-то. Давай, коленя. Всем большой привет, с вами Семен. Привет, Николай. По доброй традиции телеканал с Настей здрасте снова приехал в Краснодарский край в гости на открытие рыболовного весеннего сезона по карасикам. Приехали на один очень классный водоем, привез ребят, Коля, твои впечатления, дорога и рыбалка. Да я хрен знает, ничего не ловили, но традиционно, да, мы в апрельный месяц открываем уже второй год подряд в Краснодарском крае ловлю по открытой воде, пока растет Семеном. Так что, может быть, так ежегодно и будем дальше продолжать. Мишаня за кадром улыбается и нас отвлекает. В общем, мы начинаем расставляться, готовиться, мешать прикормку. Я уже все расставил, подготовил. А мы еще часа два будем собираться. Да, я уже поймаю два-три карася и буду их жарить. Мы медленно запрягаем, но быстро едем, так что посмотрим еще. Оставайтесь с нами, я пошел готовиться. Все, друзья, вперед. Друзья, я уже на этом водоеме ловил в том году. Берег здесь отличный. Две ивы растут красивые, живописное максимальное место. Но, как и на многих наших водоемах в Краснодарском крае, довольно-таки большой уровень воды. То есть я, наверное, метра четыре отсаживался от кромки данного уровня. И как бы было комфортно ловить. Сейчас же немножко такой здесь уклон. Вот она, ива огромная. Еще там впереди, как бы тенек. Хорошо, на день передают 26 градусов тепла. 21 поправляет. Ну, вчера стоял 26, я сегодня не смотрел. Так что вот такая, вот такой красивый водоем. До того берега примерно метров 150. Туда его просто не видно, камыши. Ну, классно, птички поют, природа. Я ловить сегодня буду на классический фидер. Из наживки взял опарыш белый-красный червяк. Две пачки прикормки с Настей Здрасте. Карп-карась. Одна пошла, и вторая пошла. Прикормка имеет такой классный сырно-сладкий запах. Но я еще буду добавлять ароматику на основе миласы. Супер арома, анисово-чесночная, карп-карась. Миласу нужно развести с водой, потому что она, видите, тяжелее воды размешать. И немножко усилим прикормку. Она даст сладость, даст дополнительный такой воде мутничок. И, кстати, самые такие рабочие запахи по весне. Конечно же, чеснок, анис. Увлажняем. Перемешиваем. Итак, сделали с вами первое увлажнение. Прикормка стала, видите, немножко темнее. Плюс в этой серии есть такие дополнительные желтые частички. Они твердые на данный момент. Но когда прикормка уже попьет воды, они размягчатся, станут мягкие. И такая дополнительный цвет будет желтый. Все, оставляем натягиваться. На сегодня будем испытывать такую штуку. Интересно, как она вообще в боевых условиях. Значит, называется фиш-то-гол. Раскладывается вот таким образом. Чик. Все, готово. Здесь вот нажимаем. Катушка сразу встроена. Ну, закинь разок, посмотреть. Тише. Ну, на 10 метров полетел. Метров на 20 забросил. Есть фрикцион. Вот здесь вот смотри. То есть фишка в том, что ты типа приехал, из машины достал сразу. Какую-то там джиголовку привязал. По-моему, когда-то по телевизору реклама была такой удочкой. Ну, вот я и купил. А, вот это она есть. А, что-то стоит знакомая фигня. Только она называлась первая версия была Instant Fisherman. А, Instant. Да, да, да. Да, точно. Показывали в Америке. Там чувак такой приезжает на канал. А, фу, басы такие по 3 килограмм. Ну, короче, вот надо проверить, как это работает. Ну, и, соответственно, собирается так же. Ну, чуть подольше. О чем? Уже сломалась, нет? Леска в комплекте. Еще какие-то несколько приманок селеконовых. Стоит, по-моему, еще вот до подорожания всего, она стоила 2,5 тысячи рублей или что-то такое. Да, офигеть. Можно фидер купить нормально. Грузик в комплекте, все. Типа кинул под стекло, а, еще ручка складывается. Вот такая офигенная. Нифига себе. Все из пластмассы, то есть не знаю, насколько это практично, но резиновая ручка и все из пластмассы. Так, ну что, все готово. Я уже подготовил свои снасти. 3,30 ведерок, 3,60. И сейчас промерим дно, покидаем маркерный груз и начинаем рывалку. Давайте бросим маркерный груз, посмотрим дно. Груз у меня 45 грамм, покоил, сделаем две точки, одна дальняя, другая ближняя. Тут какие-то выбитые участки пошли. Вот, бровочка что ли уперлась. Да, такой какой-то подъемчик пошел. Вот видите, уперлась. Все, грузик. Ставим клипсу. Ориентиры не забываем смотреть. Оп. Только утонул. Ой, хорошее дно, друзья, отлично. Все, вот здесь уперлась. Все, здесь клипсуем примерно дистанция метров 45-50. И сейчас за клипсу еще одно удилище на дистанции примерно метров 25, на ближничке половлю. Итак, друзья, ставим поводок. Я уже за кадром закормил по 5 кормушек. Бросил больших закормочных. Поводок 30 сантиметров, 0,12 и крючок буду использовать гаммокацию ЛС-2210Б, 16 номер. Так, нам нужна кормушка 40 грамм. Пятиклеточная, рекпро. И первые разведчики, как всегда, идут опарыши. Они сейчас веселые, видите, такие шевелятся, бодрые, быстрые. Если пачка рассыпется, то только успевай их ловить. А зимой они, конечно, замирают. Поэтому сейчас вот они, видите, как играют. Давайте два красных пойдет. Забиваем кормушку. Первый заброс, ориентиры наметили. И точку бросаем. На второе удилище немножко полегче кормушка на 10 грамм. 30. Пять клеток. Две поклевки у вас холостые, я видел. И это ближничок у нас. Раз. Да какой. Ну ты, если что, там у тебя склевать не будешь, ты обращайся. Угу. Первая рыба, друзья, с ближничка. Первый карасик. Такой ладошечный. На ближничке. За центр губы засечка. Так. Теперь можно идти за садком. Очередная рыбка. Может быть даже карасик повел вправо. О! Еще один. О! Это хорошее. Смотрите, какая густера, ребят. Прям с ладошку густерочка. Класс. Снова ближничок. О! Карасик. Хороший. Тоже такой борщевой. Борщевой карасик. За центр хороший. Пойдет. Продолжаем, ребят, наши игры на свежем воздухе. Так, друзья, очередной карась. О, это уже бойкий, бодрый. Такой, как у ребят, по-моему. У них кабаны два было. О, хороший, хороший. Че ты там? Ну, у тебя не намного больше. Смотрите, какой. Класс. Серебряный, весенний, апрельский. Карасик. Бульк. А, каруски. Классные. Жду с меня дома. Корги. Тебе тоже показать, как у меня киса здесь? Да. У кого-то собаки, у кого-то кошки. У меня вот такой. Прикольно. Киса. Вот извечный вопрос. Что лучше, кошки или собаки? Напишите Семену в комментариях. Кто больше любит кошек, кто любит собак. А что такое? Где вода-то? Выкипала быстро. Она потухла, по-моему. Газ. Че у меня плитка с подогревом? На короны с карасями? Нет, на короны с тусовым. Покажи эту шаруку. Такой экстренной пачки, мягонькой. Удобно. Потом высыпался, съел, свернул, убрал. Или сжег, если, например, на ночь остаетесь. Опа. Вправо пошел. Влево водит по сторонам. На ближничке. Вот это да, что он творит, а. Карась. Карась дуреет. Чем? Такой длинный прогонистый карасик. Ого. Вот смотри, нормальная тушенка какая должна быть. Нифига себе. Это с одной упаковки. Столько жира. Найди вот. Это называется найди жир в мясе. Нету. Нету мяса. Есть бульончик. Одна лаврушечка. Два или три перца горошком вот тут где-то болтаются. И соль. Все, больше ничего нету. Вот это нормальная тушенка. Сейчас это все разогреем. Сюда засыпаем макароны, которые тоже приготовились. И сегодня будем обедать. Я еще это. Макарошки остались на обед немножко. На колпачке. На колпачку чуть поменьше. Я тоже занят. Пахнет вообще бомба. Так мясо чисто. Сидеть. Жиза нету. До этого рекормка, парни. У тебя рядом. Да куда там. Почему прикормку он сам? Нет, ничего. Класс. Ну что, снимаем дегустацию. Макарошки и тушенка. Ну как, огнище. Да. От мяса пытался избавиться. Хотел макарон поесть. А в итоге мясо с макаронами ем. Да, тушенка невероятная. Ну это не очень здоровый. Ну, пойдет. Два! Блин. Да, точно. А я думаю, что клювезло. Вдали-ка? Нифига себе. Не дают покушать. Зацепите его обратно. Караски. Смотрите, на два крючка трогайся. То есть пока мы тут едим макароны, пока Семен фигней занимается, мы ловим сразу по два караса. На два крючка, два караса. А если бы три было бы, может быть и три поймал бы. Так что, он ли фишинг. Конечно, размер такой, по-средству. Но тут нормально, а этот маленький. Друзья, на кукурузу. И там палка клюет. Офигеть. Пошла жара по карасику весеннему. Здесь левое удилище на кукурузу. Сейчас посмотрим. Оооо. Это уже бонус. На храпом, конечно, берем. Хороший. На кукурузяку взял. На ждуна, видите. И засечка хорошая. На зацентр, видите. Прям четенько взял. Друзья, ну что, немножко укрупняемся по размерам. Так что, нормальный у меня хороший. Так что, продолжаю. Вот такой чистенький, апрельский. Красота. Да, повел влево, хорошо. Да, это бонус. Это бонус. Карасик, ты видел? Ты видел, это еще крупнее, чем тот. Где-то там Мишанин. Да, это огромный. Смотри, какой балабастый карасик. Только поймал одного карасика тут. На второе удилище. Поклевка. О, по-моему, такой же, как у вас. Да, ну ладно. Смотри, куда ушел. Смотри, смотри, смотри. Ну. У него, конечно, чаще клюет карасик. Хороший. Опа. Ушел. Нахрапом. Нахрапом брать нельзя. Не, был классный, ребят. Надо было отдельный садок нам было оставить. Такс. Карась. Пойдет. Опа. Ух ты. Класс. Куруда работает по весне. Тут же икра, смотрите, видите. Икряной карасик. Есть, друзья. О, что-то... Ёлки-палки. Фига себе. По-моему, неплохой. Прям пошел в сторону. Да. Пойдет такой. Бойкий резвый какой-то. Ух ты. Ребята. Вот бонус пришел. Наконец-то. То они там на меня бочку катят. Что у них караси крупные. Ничего подобного. А это уже, смотрите, какой длинный. Как сазан. Прогонистый карась. Пойдет такой уже сопротивлялся. Сразу ощущается, что прет. Красота. Время час дня. Рыбка клюет неплохо. Ух ты. Палка уехала, слышь. Уехала. Отдай палку, поклевка была. Офигеть. На кукурузу, друзья. Очень большой карась. Очень должен быть хороший. Главное потихоньку взять его. Ой-ой-ой. Вот и ко мне под... Вот и ко мне подтяну. Не надо там на меня бочку катить. Снова Катя, друзья. Вы понимаете? Вот это да. Кабан. Ну вот смотри. Повелся с балабасниками. Поймал сразу нормального карася. А шутка, говорит, уехала. Ларик, ну дай подержу. Подержи. Ну это не самый крупный, конечно. Он еще не перебил нашу. Ну не надо. Ну около того. Плюс-минус. Опа, подскочила. Да. Там тоже поклевка. На самоподсекайку. Ну такой, с ладоху. Пойдет. Укорозник. Так он и даже не поправили. За подъездык попался. Опа-опа-опа. Небольшой. Закамуфлировался. Замаскировался. Весь в тени. Такие тени много очень. С хорошей засечкой за центр. Все как надо. Небольшой подтянулся. На самоподсекайку на первую не поставишь. Потом отпустим. Пока для отчета в садок. Опа. Снова кукурузка. Снова кукурузка сработала. Не должен быть хороший карась. Ведет он хорошо. На плетеночку 0,10 ощущается. Нормалек. Налечка в дугу. Хороший. Бонус. Короче, наш дуна надо ловить. Тогда крупный карась. Смотрим, ребят. Засечка сейчас. Просто идеально. Ну так, за край. Но за центр. Но надежно. Снова смотрите, длинный. Золотой. Золотой карась. Две ладошки. Вот. Класс. И здесь карась. Здесь маленький, по-моему. Вот здесь вообще густера. Короче, да. На большую насадку на кукурузу бонусы берут. Она такой, она пара червяк разнорыбится. И мелкий, средний. Ну и проскакивает крупный. А на большую, конечно, ждем. Ну, получаем таких хороших, зачетных карасей. Бонусных. Такой же не может быть. У нас побольше. Опа. Свечка? Да, свечка. Выход на свечку. Экстартера не упала, нет? Да так достаточно. Ой-ой-ой. Какие бодрые, а. Посмотрите, что творят. Беру нахрапом. Мощного карася. Блин, что это вот трогать-то идет, да? Тоже шикарный. А снимишь его тоже. Сейчас. Тебе принесли в кадр еще одного. Классного карася. У кого больше? Давай мириться. О, давайте весы, Мишань. Ну, блин. Пока под рукой. Ну, у меня тут. Ну, так, чуть-чуть побольше, потолще. Мишань. А ну, дай извешивай. Там, подожди, давай, цепи. Да прям за этот. По-моему, хороший карась клюнул. Нифига себе. Ого. Смотрите, что творит. Вот карась клеет. У меня такой же, только побольше. С ближняка. Он не зацепился еще, елки-палки. Вот такой карась подротый какой-то. Чешуи нет. В общем, друзья, ставлю такую побольше насадку, пожирней. Ну, так отсекать уже мелкую рыбу. Потому что, в принципе, достаточно много я поймал карасей. Разных, разнокалиберных. Ну, и хочется уже так половить аккуратно. Нажду на, ну, более крупного карасика. Так что, побольше насадка и вперед. И иди сюда. Вот такой. Что-то ощущение. Палка. Знаете, каллы, блин. У меня на кукурузу хороший взяток. Упустили, упустили, ребят. Бонус на кукурузу. Может быть, даже самка. Ой-ой-ой. Ощущения вообще другие. Плетенка, полный контакт. Даже с учетом того, что фибергам стоит. Вообще круто. Вон и всем это. Да, друзья, как я и говорил, наш Дуна, конечно, поинтереснее рыбалка. Ну, в смысле, рыба покрупнее. Вот такой визир. Хорошенький карась взял. Еще один. Давид. Раз только. Короче, я поменял стратегию. Поставил везде кукурузу. Время-то еще сколько? Два полтретьего. Ну, уже достаточно много карасей. Кабанчик, кабанчик. Потащили. Кабанчик, да. Поэтому решил наш Дуна ловить. Ну, видите, как сопротивляется. За плавник зацепился еще. Оп, все. Пойдет. Еще карасик один. Я уже шляпу свою соломенную приодел, потому что жарко. Прям так солнышко припекает хорошо сегодня, тепло. Опа, классный карасик. Снова длинный, прогонистый, дикий сазан. Дикий сазан, дикий карась. Класс. Еще один. Ну, этот поменьше. Ну, да. На пучок опарыша пробую. Опа, есть. Ну, что, давайте вот этим, надеюсь, карасиком сегодняшнюю рыбалку завершать. Опа, пойдет, пойдет. Вот, ладошечный. Ну, да, ладошка. Опа. Все. Опарыша убираю. Итак, друзья, ну что, рыбалку на сегодня завершаем. Коля, ты где? Давай, подходи. Здоровые караси были пойманы нами, правильно? Ну, не точно. Что, ведерко-то как-то перенесли? О, водоворот, водоворот. Итак, друзья, ну что, завершилась сегодня наша рыбалка. Отличный весенний апрельский улов. Вот таких хороших карасиков. Коля, конечно, немножко по размерам превзошел, половил достойных карасей, крупных. Ну, а я, в принципе, на фидер погонял разных ладошечных, вот таких, ну и разных маленьких, вот таких, плотвичьих, густерок и так далее. Короче, классная рыбалка. Караси клюют. Здорово, тепло и рыбно в Краснодарском крае. Вот. Рыбалка нам всем понравилась. Так что, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, поддержите лайком. И увидимся с вами на новых рыбалках. До новых встреч. Всем пока. На Яндекс.Зен тоже еще. Да. Все, всем пока. На их Яндекс.Зен я, конечно, оставлю ссылку в описании. А, ну, а у вас еще нету, что ли? У меня есть. Ну, и все. Ну, я и свой оставлю, да, на всех случаях караси бегают. Ну, все, соплей наверху. Ну, сейчас мы, кстати, отберем. Покрупнее домой пожарить. Надо шугасить. Не хочешь? Не, я все-таки себе возьму. Меня человек 10 уже пыталось накормить каращами. Говорит, что вкусно, не люблю. И остальных отпустим. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Пальцы вверх, не забывайте ставить. Пока. Кетчинг релиз по-юх Кишински.